На информационном канале Севастополя итоговый выпуск новостей. В студии Антон Сущих. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых важных событиях прошедшей недели. Главная новость этой недели о стройке века. 16 мая в 5.30 утра открыли автомобильное движение по Крымскому мосту. Машины начали движение со стороны полуострова и с материковой части России. А 15 мая состоялась торжественная церемония открытия моста. Вместе со строителями и главами российских регионов по мосту на Камазе проехал президент России Владимир Путин. О знаковом событий, которое уже вошло в историю, в сюжете Святослава Данилова. Атмосфера праздника на морском берегу, где со стороны полуострова начинается новый путепровод, организовали сцену. Здесь концерт в честь исторического события. Открыл его ансамбль Черноморского флота. Зрители, мостостроители и их родственники. Как говорили ведущие праздника, благодаря хумилым рукам и горячим сердцам в кратчайшие сроки был построен Крымский мост. Наш участок был от арки в эту сторону примерно 800 метров. Вот это мы построили. И сейчас продолжаем строить железнодорожную часть. Процесс тяжелый, но в то же время очень интересный. Такие сроки, такие мосты еще не строились. Конечно, для всех участников строительства это большой опыт и большая радость сегодняшний день. За 19 километров от места торжеств к началу моста на другом берегу со стороны Тамани прибыл Владимир Путин. Начиная с первого дня возведения Крымского моста с февраля 2016 года глава государства лично контролировал ход строительства. Уже на Крымском мосту Владимир Путин встречается со строителями. Первый этап стройки века подошел к концу. Теперь Севастополь и Крым стали к России еще ближе. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Первыми новое сооружение в деле опробовала колонна Камазов. Ее возглавил лично сам президент Владимир Путин, проехав за рулем все 19 километров за 15 минут. Как и в 1961 году из уст космонавта Юрия Гагарина сейчас звучит воодушевляющее. Первым автомобилем в колонне Камазов управляет президент. Стартуют от Тамани в сторону Крыма. И это не каскадеры или дальнобойщики. За рулем Владимир Путин. Права категории С у него уже более 20 лет. Обещал ехать не быстро, со скоростью 40 километров в час. Разогнался до 80. На пути в Крым успевают обсудить подробности строительства. «В марте 2016 года мы погружали первую сваю. Мы хоть и бодро отчитывались, но все равно было страшно. Почему? Потому что первые сваи били по 12-15 дней. Думали, куда же мы выйдем по времени?» «Да, когда Романович раскрасывал». «Да». «Но потом ребята наложились». «Он испугались немножко сначала». «Да, сначала испугались». На автодорожной части моста более 60 дорожных знаков. Для контроля движения установлены 10 автоматических комплексов. От Таманского полуострова по 5-километровой дамбе и острову Тузла мост пересекает Керченский пролив и выходит на Крымский берег. А со стороны полуострова за приближением президента наблюдает в прямом эфире. Возле сцены на большом экране идет трансляция проезда. Всего 15 минут в пути колонна спецтехники прибывает в Крым, по мосту. Как и в 2014-м, Владимир Путин вновь соединяет полуостров с Россией. «Добрый день, дорогие друзья! Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу». Строительство здесь ведется с 2016 года. Состоит конструкция из двух частей – автомобильной и железнодорожной, расположенной параллельно. Проезд по мосту для всех видов транспорта будет бесплатным. Протяженность Крымского моста 19 километров – это самый длинный мост в Европе. Общая стоимость проекта почти 230 миллиардов рублей. Пропускная его способность – почти 40 тысяч автомобилей в сутки. Здесь четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону. Разрешенная скорость движения – 90 километров в час. А название для самого длинного в Европе мостового перехода выбирали всей страной в декабре прошлого года. В голосовании приняли участие 380 тысяч человек. С большим отрывом, опередив 11 других вариантов, победил Крымский мост. Его строили и продолжают строить около 10 тысяч рабочих. Результат – новые возможности для жителей полуострова и материковой части России. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крым и Севастополя. Поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем. Открытие Крымского моста – это мощнейший импульс развития Севастополя, Республики Крым. Это решение многих проблем. Это лучшая транспортная доступность, связанность. Это поставка материалов, продуктов питания. Это возможность развивать бизнес-проекты. Это туристы, которых мы будем рады видеть, конечно. Это новое качество жизни. Дмитрий Овсяников был в числе глав российских регионов, которые проехали по Крымскому мосту в первой колонии строительной техники. По словам губернатора Севастополя, еще один результат открытия мостового перехода – новые обязательства для региона. Обязанность быстрее развивать инфраструктуру, которая должна справиться со значительным притоком туристов. Мы должны быстрее строить дороги, наши общественные парковые пространства, благоустраивать пляжи. Мы это будем делать. Развитие инфраструктуры – это в том числе и строительство федеральной трассы Таврида. Ключевая магистраль Крыма пройдет через весь полуостров и свяжет Керчь с Севастополем и Симферополем. В этом направлении полуостров поддерживает Минтранс. У нас начался второй этап обновления общественного транспорта. Новые троллейбусы уже идут в мае. Это второй контракт. Мы планомерно ремонтируем дороги. И по крупным развязкам, крупным участкам мы нашли поддержку в Министерстве транспорта Российской Федерации. И, соответственно, трасса 7-8 участок ведет под полным контролем. Мы в этом активно участвуем. Участвуют наши производственные комплексы, которые добывают щебень, наши компании строительные. Поэтому все будет сдано в срок. И хочу заверить, что это будет как раз 2020 год. Мы с губернатором отвечаем перед жителями, перед президентом за сроки реализации этого проекта. Поэтому вместе сделаем все возможное. Сроки завершения строительства трассы Таврида установлены. Открытие автодорожной части Крымского моста произошло на полгода раньше срока. Планировали в декабре, получилось в мае. Глава Минтранса объяснил почему. Погода хорошая была. Самое главное, конечно, настроим. Настрой команды, профессионализм строителей, работа заказчика, федерального дорожного агентства «Росавтодор», федерального казенного учреждения, которое курировало эту стройку. Ну и, конечно же, контроль со стороны президента Российской Федерации. Если Владимир Путин открыл концерт, посвященный запуску движения по Крымскому мосту, то продолжили его звезды российской эстрады. Олег Газманов, Алена Сверидова, Григорий Лепс, Гарик Сукачев, группа «Градус» и другие российские звезды выступили перед строителями моста. А Денис Майданов, Дмитрий Харатян и Александр Ф. Скляр исполнили гимн Крымского моста. Вели концертную программу Александр Маршал и Валерия. На полуостров певица приехала вместе с мужем. «Вы знаете, это важно для всего мира, не только для России, не только для жителей Крыма. Понимаете, соединение материка с полуостровом, столетие мучений, возможность добираться, отсутствие возможности добираться, это являлось большой проблемой. И сюда будут приезжать со всего мира. Мне кажется, что Крымский полуостров имеет вообще все шансы стать меккой туризма. Так же, как и Дубай». Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало. Пока только для пассажирских автобусов и легкового транспорта. Грузовой запустят в октябре этого года. Последний откроет железнодорожную часть моста. Плановый срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2019-го. А за открытием стройки века наблюдали и прикоснулись к истории Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Также на этой неделе стал известен новый состав правительства России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент утвердил кандидатурой 10 вице-премьеров и 22 министров. В список заместителей главы правительства вошли Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Казак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Юрий Трутнев, Константин Чуйченко и Максим Акимов. Несмотря на изменения в кадровом составе правительства, часть министров сохранили свои посты. В частности, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Вероника Скворцова. Подробнее о новых назначениях можно узнать на официальных сайтах правительства. Вернемся к темам города. На заседании правительства в четверг одной из главных тем стали изменения в бюджете Севастополя. Из федеральной казны город получит порядка 4 миллиардов рублей. Больше полумиллиарда рублей дополнительно пойдут на ремонт дорог. Кроме того, поправки в бюджет помогут урегулировать стоимость проезда в городском транспорте. Какие еще изменения внесут в главный финансовый документ, расскажет наш корреспондент Марина Кравцова. Проезд во всех видах общественного транспорта в Севастополе будет стоить одинаково. В планах переход на единый регулируемый тариф. Кроме того, льготные категории граждан смогут бесплатно ездить на любом транспорте. Среди перевозчиков проведут конкурс. Деньги на него запланированы в поправках к бюджету на этот год. Это 185 миллионов рублей из собственных дополнительных доходов города, которые образовались в основном за счет роста налогов на доходы физических лиц. Фактически в городе будет один единый работающий на всех маршрутах тариф. И, наконец, нам удастся одним из условий этого конкурса на переход на регулируемый тариф будет обязательство перевозчиков возить все льготные категории, чтобы уйти от действительно беспредельных ситуаций, когда отдельные перевозчики высаживают ветеранов войны и другие льготные категории. В проекте изменений в бюджет именно транспорту особое внимание. Деньги выделят ИСЕФ «Электротрансу» на оплату новых троллейбусов. А также на покупку машин для социального такси. Средства «Севастополь» получат и из федерального бюджета. Почти 550 миллионов рублей из резервного фонда президента на ремонт дорог. А еще 170 миллионов рублей на медпомощь. Из них 100 – на лекарства для льготников. Самый большой транш – более 3 миллиардов – уже был предусмотрен в бюджете «Севастополя». После корректировки главного финансового документа страны эти деньги поступят в город. Дотация на сбалансированность в объеме 3 миллиарда 28,5 миллионов рублей – это та сумма, которая была губернатором города и обоснована при утверждении бюджета. И, соответственно, сегодня предусмотрено, по нашей информации, проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный бюджет, который размещен на сайте. На заседании правительства Севастополя поправки в бюджет одобрили. Далее дело за депутатами законодательного собрания. Также поддержку правительства получил законопроект о прогнозном плане приватизации. Данный проект и, соответственно, закон необходимо было разработать и принять совместно с утверждением бюджета на данный плановый период. Однако в декабре прошлого года был внесен данный проект, но он не принят был законодательным собранием. Поэтому мы выходим повторно с инициативой о принятии данного закона. Один из предусмотренных в законе о бюджете источников пополнения казны города – продажа госимущества на сумму более миллиарда рублей. Законопроект о прогнозном плане приватизации предполагает продажу акций бывших губов. Это позволит решить сразу две задачи – пополнить бюджет и привлечь инвесторов для восстановления неэффективных предприятий. Ключевой проект здесь – продажа акций Севтелекома. О необходимости реорганизации предприятия говорили неоднократно. Севтелеком, не совсем эффективный управленец, нуждается в привлечении инвестора. Потому что отвечать за действия в отношении Севмобайла, в отношении программы технического перевооружения можно, но это всегда будет требовать постоянного внимания или дополнительного субсидирования в случае неэффективной деятельности предприятия. Есть и второй вариант – заполнить брешь в бюджете. Если закон не будет принят, придется продавать земли города, в том числе сельхозназначения. Предлагая сейчас этот законопроект на рассмотрение законодательного собрания, речь идет об альтернативе – либо исполнение плана по доходам путем реализации долей и акций в хозяйственных обществах, принадлежащих городу, либо выполнение этого же плана путем реализации земельных участков, что не требует принятия закона о прогнозном плане приватизации. Законопроект будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание в ближайшее время, и уже депутатам предстоит выбрать, что лучше для города – продавать земли или же принять закон и продавать акции предприятий инвесторам, которые к тому же будут развивать приобретенные компании и повышать тем самым качество услуг для севастопольцев. Марина Кравцова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. А вот на заседании законодательного собрания Севастополя во вторник депутаты аплодировали. Так встретили новости об открытии Крымского моста. Других хороших новостей в зале заседания не произошло. В повестке был всего один законопроект, и тот депутаты не приняли. Правительство города потребовало созвать внеочередное заседание Заксобрания. Зачем? Подробности в сюжете. Ни одного закона не принято. Таков результат очередной сессии законодательного собрания Севастополя. Само же заседание продлилось почти пять часов. Большую его часть депутаты слушали доклады. В повестке всего один законопроект о внесении изменений в закон о контрольно-счётной палате. Его предложило правительство города, и этот единственный закон депутатского рабочего дня не был одобрен. Не было и ни одного из 20 документов, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. Остались без внимания и закон о предоставлении земли инвесторам. Закон о флаге и гербе Севастополя последние депутаты не смогли принять за четыре года. Если для учёта мнения о гербе и флаге нужно провести референдум, на наш взгляд он мог быть назначен и проведён. Так считает губернатор, и об этом он говорил при обсуждении с законом о референдуме. Вы просто не хотите работать. Что характерно, губернатор, в отличие от вас, вносит законопроекты, как, например, закон о выборе губернатора, и после общественных обсуждений доводит работу до конца, а не прячется за словами, как в случае с законом о гербе и флаге. Обратите внимание, что в городе идёт работа по социальным объектам, ремонт дорог, благоустройство парков, установка детских и спортивных площадок. Но вы этого просто не знаете. И не знаете потому, что вас рядом с жителями просто нет. Стоп, 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 стоп. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, пожалуйста, только парламентские выражения. На отзыв об эффективности их работы парламентарии реагировали весьма горячо. Михаил Вавилов привёл статистику. Некоторые депутаты за год побывали на встречах с избирателями в округе только четыре раза. Другие же в это время успели больше 130 раз выступить в средствах массовой информации. И в прошлом году из бюджета за такую работу они получали зарплату в 150 тысяч рублей в месяц. Уполномоченный по правам человека в Севастополе отметил, до сих пор не принят важный для города закон о бесплатной юридической помощи гражданам. Михаил Юрьевич Вавилов, на мой взгляд, достаточно справедливо критиковал законодательное собрание не единожды о том, что мы не принимаем необходимые для города законы. Вы тоже обратили на это внимание. Скажите, пожалуйста, в части закона о бесплатной юридической помощи. Я знаю, что мой коллега, депутат Колесников, был автором такого проекта. В зале законодательного собрания оно было отклонено. По поводу принятия закона о бесплатной юридической помощи, я готов предоставить письменный свой проект, предложение. Я передам вам его письменно. Документ действительно вносили на рассмотрение несколько лет назад. Но тогда его депутаты отклонили. В списке 20 законов, которые требуют принятия, и закон о мировых судьях. Депутаты задают вопрос, а нужно ли его принимать? В своей деятельности мировые судьи руководствуются законом о мировых судьях города Севастополя. Требуется ли его изменение? Если да, то в чем? Да, мы рассматриваем, готовим эти документы, потому что вышел федеральный закон 76 ФЗ, о чем я здесь говорил. И нам придется на основании данного федерального закона вносить соответствующие изменения и дополнения в данный закон города Севастополя. Но и этот документ в повестку не включили, как и многие другие. Правительство города выступило с требованием о созыве внеочередного заседания законодательного собрания до 25 мая. Рассмотреть во втором чтении предлагают законопроект о критериях предоставления земли инвесторам. К сожалению, как показывает практика, взаимодействие с законодательным собранием это единственный реальный механизм заставить депутатов рассматривать проекты законов. Данный проект закона внесло правительство Севастополя 27 ноября 2017 года. Прошло полгода. Проект закона принят в первом чтении. И во втором чтении он находится, можно сказать, в полупозиции. То есть его и не рассматривают, его и не включают в проект повестки и очередных заседаний. То есть судьба данного законопроекта нам абсолютно неизвестна. Поэтому для того, чтобы все-таки подстегнуть депутатов к работе, к рассмотрению его во втором чтении, мы приняли решение о созыве внеочередного заседания. Это напрямую влияет на инвестиционный климат. У нас единственный субъект Российской Федерации, где не принят такой закон. Мы создали индустриальный парк. И для того, чтобы индустриальный парк заработал, для того, чтобы к нам пришли инвесторы, необходимо решить вопрос с выделением земельных участков. Индустриальный парк был утвержден на прошлой неделе. И уже есть 9 потенциальных инвесторов. Они готовы вкладывать деньги в Севастополь и создавать новые рабочие места. Но единственная проблема сегодня – нет закона. Из-за чего начать строительство парка невозможно. Марина Кравцова, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. К теме спорта и благоустройства. Новая спортплощадка появилась на улице Героев Бреста во дворе дома номер 15. Теперь у детей больше возможностей для занятий физической подготовкой. Принимал работу подрядчика Дмитрий Овсяников. Какие замечания возникли у губернатора Севастополя, расскажет наш корреспондент Катарина Вербицкая. Эту спортивную площадку севастопольцы ждали почти 30 лет. Построили на месте старой. Подготовительные работы начали 1 апреля. К началу мая уложили специальное резиновое покрытие. Гарантия на него – 3 года. Но представители компании и подрядчика уверены – прослужат дольше. 18 мая объект сдали в эксплуатацию. Оценку качества выполненных работ дал губернатор города Дмитрий Овсяников. Компания «Авистрой» наша Севастопольская сделала работы. Сейчас мы обсуждали то, что нужно сделать дополнительно, чтобы благоустроить территорию на площадке Героев Бреста 15. И вот я посетил соседний двор Бориса Михайлова 15, где много лет назад была аналогичная площадка сделана. И сейчас представляет жалкое зрелище. Конечно, за это тоже нужно бороться, тоже наведем порядок. Здесь установили баскетбольные корзины и гандбольные ворота. А посередине площадки натянули сетку для игры в волейбол. Жители этого двора площадкой довольны. Они поблагодарили главу города и подрядчика за своевременную спортивную зону рядом с домом. Так как я живу в этом доме очень давно, детей у нас много. К сожалению, при Советском Союзе, вы, наверное, не помните, были площадки. Потом они куда-то исчезли, их долго не было. Так вот сейчас мы очень радуемся тому, что нам сделали. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой постройке. Осенью прошлого года правительством Севастополя были определены 368 дворовых территорий, которые необходимо благоустроить в этом году. На эти цели выделены более полумиллиона рублей. К мае уже завершены работы по шести внутридворовым проездам. Смонтировано 16 детских и 15 спортивных площадок. За благоустройством дворов наблюдали Катарина Вербицкая и Мария Буйлова. Информационный канал Севастополя. А в пятницу по всей стране прошла акция на работу на велосипеде. Ее проводят три раза в год. Участие в ней принимают жители городов, а также сотрудники ведущих корпораций и фирм страны, госслужащие, соцработники и медперсонал. В этот день на велосипеды пересели севастопольские чиновники. И подробности далее. Почти все свободное место у входа в правительство этим утром заняли припаркованные велосипеды. Среди сотрудников, которые прибывают на двухколесном транспорте, и директор дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов. Чтобы добраться на работу, преодолел почти 6,5 километров. На это потребовалось 26 минут. По времени почти так же, как на машине, но настроение куда лучше. И это неудивительно. Американские исследователи доказали. И езда на велосипеде вызывает положительные эмоции. Испортить настроение может только велосипедная инфраструктура. В Севастополе так и есть. Город слабо приспособлен для велопрогулок. Из того, что мы реально делаем, я бы отметил только понижение бордюров. Для того, чтобы можно было проехать на велосипеде по пешеходным дорожкам. С точки зрения создания отдельно выделенной велоинфраструктуры, то у нас, к сожалению, пока только концептуализм. У нас подписано концепционное соглашение по развитию программы «Умный город», согласно которому он будет обязан построить 20 километров велодорожек и обустроить еще 20. То есть превратить тротуары в велопешеходные дорожки. Начальник управления по делам молодежи и спорта тоже приехал на велосипеде. У него горный. В свободное время предпочитает экстремальное вождение. По пересеченной местности. А в рабочее ездит между зданиями управления и правительства. Для нашего чиновничьего брата и вообще для людей, у которых работа связана с документооборотом, с совещаниями и присутствует гиподинамия, это наилучший вариант. Я уж не говорю там, конечно, перемещаться с Балаклавы до Ленина 2 ежедневно. Хотя, почему бы и нет. Но хотя бы где-то рядышком от локации к локации и давать нагрузку, соответственно, на сердце – это здоровье, это жизнь, это, в первую очередь, забота о самом себе. Бесплатный фитнес – действительно один из плюсов велосипедных прогулок. Люди, которые регулярно крутят педали на 15%, чаще обходятся без визитов к врачу. К тому же велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстоянии до 5 километров. А еще экологичный и экономичный. Такое прекрасное время, как сейчас, весной или осенью – это действительно отличный вид транспорта. И мне кажется, что я сейчас стала видеть больше велосипедистов на улицах. А совсем скоро у всех велолюбителей города будет возможность и пообщаться друг с другом. 27 мая в городе пройдет традиционный пробег «Велопобеда». К участию ждут всех желающих. Поддержат прогулку и Юлия Ефремова, Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. В Севастополе 21 мая переменная облачность. Ночью без осадка, в днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 градусов тепла. Это был итоговый выпуск новостей. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. В студии был Антон Сущих. Всего доброго и до встречи в эфире.